Институт Гомельграмадзянпроект працует над проектом реконструкции мемориального комплекса «Партизанская крынишка». Он находится на месте базирования партизанского отрада «Большовик». Все лета с дня его творения исполнится 80 лет. Кончатковый вариант будущего мемориала по коль не затверден. Но про пановы архитекторов уже вяомые. Под обязанностью материалов наших корреспондентов. Существенный выгляд это место было в 1983 году, после строительства помняка в гонор партизанского отрада «Большовик». Архитекторы Института Гомельграмадзянпроект пропоновали открытие тут музейной экспозиции, але по некоторых причинах тогда от этой идеи отмывались. Некольки десяти годов тут проходили встречи поколений с уделом ветрану Великой Чыны Войны. Мероприемства примерковывались до черговой годовины створения партизанского отрада, который несколько месяцев базировался в этом месте. У дневни 1941 года его выбрало тагочасное городское керавництво. По причине наявности пятной воды и тяжкодоступности. У первой месяца войны дорогу сюда ведали немногие. Первые 37 человек насчитывало, когда был создан отряд. И до объединения с Гомельсельским после этого стало их 50 человек. Избрали командиром партизанского отряда, так сказать, имевшего опыт гражданской войны, директора авторем завода Федосенко, так сказать, он во время гражданской войны был замкомандира полка. Поэтому имел опыт боевых действий, ну и вот на нем сошлись. Бадай, основные проблемы при реконструкции мемориала партизанская крынишка будут связаны с необходностью будавництва новой дороги. Як высветлялася створать инфраструктуру на кшталт автомобильных стоянок, каля сушасной трасы Нильга. Побыч проходить магистральный газопровод. И гэта эта ритоя относится до аховной зоны. Ёсь пытанье по открытии тут музея. Разом с тым основные контуры будущего мемориала, вядомые уже сёння. Гэта будзе место, дзе можна будзе проводить и сустрэчжи, и военных историчной реконструкции. Поплощий новый комплекс будзе больш за сушасный, прикладно, у 25 разов. При создании комплекса планируется реконструкция существующего памятного знака, созданного в середине 1980-х годов по проекту нашего архитектора Машутина Анатолия Ивановича. Создание партизанской деревни при его Великой Отечественной войне в виде стилизованных землянок, навесов. Создание на основе существующей поляны места для проведения военно-исторических реконструкций с устройством окопа по стандартам военной науки. Место достаточно удалённое от города, поэтому одна из основных задач – это благоустройство существующей подъездной лесной дороги к мемориалу. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валера Хапанько, Телерадиокомпания «Гомель».